Доброе утро! В эфире программа «Пора вставать». Я рада приветствовать всех, кто к нам только что присоединился. Как многим известно, в апреле отмечается Всемирный день авиации. Кроме того, в этом году авиации Южного Казахстана исполнилось 90 лет. В связи с такими важными и торжественными событиями к нам в студию я пригласила пилота авиакомпании «Флай Арстан» Бигзата Медеус. Здравствуйте, Бигзат! Здравствуйте, Лена! Огромное спасибо за то, что нашли время. Этим ранним утром мы пришли к нам в студию. Как ваши дела, как настроение? Да, все отлично, спасибо. Как ваши дела? У меня тоже все отлично, спасибо. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать пилотом и не пожалели, что вы пошли все-таки в такую сложную отрасль? Ну, в первую очередь спасибо, что пригласили в данную студию. И я всегда мечтал, с детства мечтал стать пилотом. Для меня была цель каждый раз открывать что-то новое и распознать культуру разных стран. И у меня в семье отец тоже пилот. И каждый раз с детства я видел, как он возвращался после рейсов. И у меня было восхищение. То есть это все-таки ваше, да, было желание? Да, это было мое желание все время. И даже кое-какое-то время они хотели, чтобы я пошел в другую отрасль. Но я настоял на своем. И в данный момент я ни о чем не жалею. Я рад. И мои родители тоже гордятся с моей профессией. Расскажите, пожалуйста, как и где проходило ваше обучение и сложно ли было научиться алгоритму работе огромного самолета? В 2010 году после окончания школы я поступил в Академию гражданской авиации. И там узнал про программу Абенишо. Это программа авиакомпании Air Astana. Первоначальная подготовка пилотов. И тогда я начал усердно готовиться, чтобы поступить к этой программе, чтобы пройти все этапы. И в 2013 году благополучно прошел все этапы и отправили обучаться в Atlantic Flight Training Academy. Это город Корг, республика Ирландия. И наша компания всегда сотрудничает с лучшими школами Европы. И кем является АВТА, Atlantic Flight Training Academy. И там, получается, полтора года отучился, потом по приезду в Казахстан распределили на флот Embraer. И с 2015 года летаю в группе компании Air Astana. Это Air Astana и Flyer Stan. Уже 7 лет, как в компании, и крайне 3 года летаю в Flyer Stan тоже совмещаем. Поначалу, да, никаких сложностей не было, благодаря нашим инструкторам и коллегам. Они все время подсказывали, поддерживали. И даже если бывали какие-то личные вопросы, я всегда мог обратиться с советом папе, брату. Они тоже в семье пилоты. И папа до данный момент в пенсии. И как бы всегда была поддержка. То есть вам вообще-то здорово, удобно. Если что, какие-то затруднения, вы обращаетесь к отцу. Да, было так, правда. А вот изначально сложно ли вам было адаптироваться к полетам? Может быть, какой-то страх присутствовал изначально? Да. Изначально не было никакого страха, потому что я уже с детства знал, куда я иду и какие трудности меня ожидают. И, скажем так, меня ментально тоже готовили, что в авиации надо всегда учиться, всегда готовиться и всегда стремиться быть лучшим в своем деле. Расскажите, какими качествами должен обладать человек, чтобы уже в дальнейшем стать хорошим, надежным пилотом? В первую очередь, это, я бы сказал, ответственность, так как мы перевозим 100 и более пассажиров все время. И в первую очередь надо осознать эту ответственность. Второе, это принимать правильные решения в трудных ситуациях и оставаться хладнокровным и не поддаваться панике, я бы сказал. Конечно. Расскажите, пожалуйста, в чем плюсы и минусы вашей профессии? Я в своей профессии не вижу никаких минусов, одни плюсы данным. Почему? Потому что я осознанно пришел к этой профессии и я не вижу никаких минусов. Ну, возможно, единственный минус это будет то, что рейсы ставят, например, бывает 3 часа ночи, да, или там рано 5 утра. Но это всемирная практика, везде так это делается. Это, я бы сказал, не только минус. Это, наоборот, закаляет, да, вы можете в любой момент проснуться. Да, да, есть такое, да. Отлично. Расскажите вообще, какие требования предъявляются к пилотам, может быть, касательно даже здоровья? Да. Получается, мы регулярно на основе проходим профосмотры каждый год, и пилоты должны быть в первую очередь здоровы, да, зрение, чтобы было хорошее. И в профосмотрах они проверяют все, наша врачевно-летная экспертная комиссия. Потом это повышение квалификации каждый раз, чем занимается наша компания, отправляет в Европу все время, там, в лучших тренажерных центрах мы проходим повышение квалификации и поддерживаем свои навыки. То есть знание языков также, да, приветствуется? Ну, знание языков это обязательно, в первую очередь это английский язык, пилоты должны владеть свободно английским языком, потому что мир авиации, это построено на английском языке. Получается, все самолеты, современные техники, все на английском, и в то же время, когда мы учились в Ирландии, все обучение проходило на английском, и в данный момент, как мы приходим на работу, весь этот процесс происходит только на английском языке. Ну да, сейчас без иностранного языка никуда, это действительно. Расскажите, пожалуйста, вот как вы готовитесь к полетам, может быть, у вас какие-то проверки проводятся, какие вот процедуры перед этим происходят? Да, получается, в первую очередь это ментальная подготовка, и, как я сказал, каждый раз у нас есть определенные подготовки, у нас есть тренинг-центры в городе Алматы. И компания очень много уделяет именно ресурсов для подготовки пилотов и для поддержания высокого уровня. И перед рейсом, конечно, мы уже ментально готовимся и самостоятельно уже заранее берем все документы, смотрим, подготавливаемся, если есть какие-то вопросы, обращаемся к другим коллегам, инструкторам и спрашиваем у них советы. А вот прямо перед полетом, может быть, вам измеряют давление, то есть такие элементарные какие-то? Да, в данный момент у нас все эти процедуры отменили, почему? Потому что в мировой отрасли, в авиации, в Европе тоже самое, нет такой необходимости проверки пилотов. Но у нас выборочно проходят проверки на алкотест, на наркотест. У нас в компании нулевая толерантность к этим делам, так что мы всегда, скажем так, готовы. Отлично. А вот расскажите, насколько пилоты суеверны? Может быть, у вас есть какие-нибудь ритуалы перед полетом или еще что-нибудь? Насчет ритуалов точно не знаю, но мы не говорим слово последнее, если вы замечали, я только слово крайне использую и все. Ага, то есть только это, да? Только это, да. Последнее это бывает только в конце жизни и все. А так я даже, знаете, читала, что пилоты не моют голову перед полетом, еще что-то. Нет, у каждого свое суеверие, наверное, некоторые бывают, там, приходят к самолету после рейса или до рейса, ласкают, там, самолет общается, говорят, типа, после рейсов бывает, говорят спасибо, что все целые, потому что ответственность огромная. Да, да, да. У каждого свое суеверие, но самое вот отличительное это слово последнее и крайнее слово последнее не используется. Теперь наши телезрители будут знать, да? Здорово. А вот расскажите, пожалуйста, о самом интересном случае вашей практики, может быть, какой-то такой волнительный момент даже был? Самое интересное в плане в 2019 году, это было, мы когда забирали самолет с Бразилии, с авиазавода Embraer и оттуда забирали новый самолет. И в процессе вот перегонки у нас были тестовые полеты и мы пересекали экватор. Но в нашей стране, наверное, нет авиакомпании, которая каждый день пересекает экватор, и это для нас было таким волнительным моментом. И мы все начали фотографироваться на фоне наших координат, и у нас на экранах показывают наши координаты, наше местоположение. И мы начали все фотографироваться и делать для себя памяти на будущее, и до сих пор это для меня волнительно. То есть вы регулярно, да, можно сказать, наблюдаете такие красивые виды, закаты, облака. Наверное, у вас есть Инстаграм, да, который вы так активно ведете? Да, если честно, у меня кроме WhatsApp ничего нет. А, это редко сегодня. Здорово. Потому что полностью вовлечен в свое дело, в работу, и люблю свою работу. Здорово. То есть это уже как ваше призвание даже? Да, да. Отлично. А вот расскажите еще, пожалуйста, до какого возраста можно летать в Казахстане пилоту? В нашей компании можно летать до истечения 65 лет. Если здоровье позволяет, правосмотр регулярно проходим, квалификацию проходим, можно без проблем летать. То есть вы планируете? Да, я планирую, конечно, летать, пока здоровье позволяет, и я смогу летать. И наслаждаться любимой работой. Это обязательно. Без этого я себя нигде не вижу, кроме авиации. Ну, это, конечно, так здорово, что вы нашли себя и так любите свою работу. Ну, да. Как вот я в начале интервью озвучила, в этом году авиации Южного Казахстана исполнилось 90 лет. Расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, как изменилась авиация в плане комфорта, безопасности? Авиация, да, кардинально изменилась в данный момент в лучшую сторону. В этом деле наша компания группа Аэростана делает большой вклад. Это открытие подразделения FlyerStan, low cost. То, что нам дает нашим жителям быстро добраться, быстро и, скажем так, дешевле добраться, да, с одной точки до другой точки. В этом плане и сама авиация, безопасность каждым годом увеличивается, и Аэростана поддерживает этот уровень, скажем так. Здорово. Огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли и поделились нашими телезрителями такой интересной работой, профессией, как пилот. И что бы вы хотели пожелать напоследок? Так, в первую очередь, 12 апреля у нас был Международный день космонавтики и авиации. Хотел бы всех своих коллег группы Аэростаны и коллег авиационной отрасли пожелать здоровья, мира, любви. И любили это дело и занимались тем, что вы любите. И, конечно, в этот священный месяц Рамазан я хотел бы всех поздравить от жителей и гостей города Аэростана. Огромное вам спасибо и хорошего вам дня. Спасибо, Елена, огромное. И вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.